Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами вновь школа Диметриус и я тренер по колористике Анна Тимир. В этом видеоролике вы увидите интерпретацию милирования в сочетании штопки с пластом. Разделение здесь такое. От наивысшей точки брови вы собираете теменную зону, пока на нее не акцентируете внимание. Все остальное вы делите на четыре части. Пробор от уха до уха с двух сторон и затылочный блок пополам. В школе мы работаем на разных брендах. Сегодня для осветления я выбрала линейку Бако в фирме Коралл. Я буду смешивать в пропорции 1 к 1,5. Одна часть порошка и полторы части окислителя. Окислитель 3%. Сегодня мне будет ассистировать Ольга. Она недавно прошла у нас обучение с нуля. В нашу школу ученики постоянно возвращаются и каждый раз находят для себя что-то новенькое. Сегодня такой новый опыт будет очень полезен Ольге. Когда вы начинаете делать милирование, выбор прядей лучше делать сверху вниз. Когда вы положите прядь в естественном распаде, вы проконтролируете, чтобы у вас результат был всегда чистый. Верхнюю прядь от пробора лучше оставить нетронутой и начинайте выбирать задуманный вами рисунок. Первая прядь у меня будет штопка. Не старайтесь ее выделять идеально ровной. Она должна быть разной толщины, тогда будет более естественный натуральный рисунок. Хорошенько прорабатывайте всю прядь, чтобы везде у вас был состав, особенно в густоте. Не просто гладите по поверхности, а прорабатывайте все внутри. Когда у вас тоненькие прядки, то можно фольгу сворачивать. Обязательно фольгу накладывайте выше состава. Ни в коем случае не передавливайте здесь конвертик, он должен быть у вас объемным. Если вы его сделаете плоским, вы отсюда вытащите состав, и тогда у вас здесь могут быть пятна. Так как у нас чередование техник, следующая прядь это пласт. Обратите внимание, штопку лучше выбирать не у прикорневой зоны, как это привычно нам, а на длине, у руки. Тогда у вас получится некий эффект начеса. Разделяете напополам. Это тоже дает дополнительно рассеянные линии. Для того, чтобы пряди у вас не скользили, сразу же прорабатывайте составом на фольге. И вам будет очень удобно подкладывать вот прядку, которую нужно проработать составом. Обратите внимание на прикорневую линию. Не наносите состав вот так вот горизонтально, а сразу же ставьте вот так вертикально кисточку и задавайте рисунок. Чтобы он у вас был по максимуму нечитаемый. Прорабатывайте также всю прядь. Нанесли состав, прогладили, все лежит у вас ровно. Но это не значит, что она вся прокрашена. Ставьте вертикально и прорабатывайте всю густоту внутри. Это последняя прядь в этом блоке. Сразу же ее укладываем, просматриваем со всех сторон. Если у вас состав ниже, чем фольга завернута, вы можете всегда подвернуть запас, который вы именно для этого оставляли. И так постепенно смотрим, опускаем каждую прядку. Выворачивайте, чтобы фольга удобно лежала. Видите, все чисто, со всех сторон чисто. С правым блоком я закончила. Слева делаю то же самое. Когда вы закончили нанесение левой и правой стороны, переходите на теменную зону. Здесь можно поделить просто прямым пробором напополам. И задавать диагональ разную. Сначала в одну сторону, затем в другую. Когда у вас разные диагонали, очень интересный распад получается. Естественный и красивый. Пока Ольга размешивает дополнительный состав, хочу вам рассказать подробнее про разделение. Всегда лучше, когда вы выбираете какие-либо пряди, делать это не четкими горизонтальными линиями. Всегда смещайте в какую-нибудь диагональ. Не обязательно слишком это очевидно делать, хотя бы чуть-чуть. Тогда, когда у вас волосы будут распадаться, это будет смотреться более естественно. Не будет никаких четких линий. Поэтому на теменной зоне линии были в такой диагонали. Сейчас ровно от серединки макушки диагональ хочется поменять. Тем самым будет еще более разбитый рисунок, более нечитаемый и интересный. Обратите внимание, продолжаю делать диагональ. Выбираю тонкую прядь. Сейчас нужно сделать штопку. Удобно это делать, оттягивая прядь вверх. Сразу же здесь, в этой оттяжке, вы можете легко набрать нужные вам пряди. Разделяете. Смотрите всегда, чтобы у клиента лицо было открыто, чтобы ничего не мешало и было комфортно. Бывают такие случаи на обучении. Накидаю целый хвост на лицо. Нанесение закончено. Максимальное время выдержки порошка 50 минут. Но всегда помните про визуальный контроль. Друзья, пока мою модель отвели на мойку. Сейчас. Пока Насте моет голову, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии под видео. Возможно, есть интересующие вас темы. Возможно, что-то раскрыто не до конца. Всегда очень интересна обратная связь, чтобы понимать, что для вас интересно и снимать видео. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ну что, друзья, по истечению времени выдержки волосы были смыты в раковину. Мы наклеили новые. У нас есть клей-момент. Секундочку. Дорогие друзья, по истечению времени выдержки волосы были промыты шампунем для окрашенных волос и был нанесен кондиционер для окрашенных волос. Все это линейка 3А Коралл. После чего были волосы высушены просто феном. Сейчас посмотрите промежуточный этап без тонирования. Моя модель Настя никогда не красила волосы. Сегодня для нее новый эксперимент во всем. Но он еще не закончен. Я вам повторю, что это промежуточный этап и сейчас будет тонирование. Но оно будет не в натуральные цвета, а вот в такие вот неоновые цветные оттенки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, результат готов. Смотрите, Настя еще не видела, она в ожидании конечной формы. Сейчас хочу показать вам результат на прямых волосах, тоже просто высушенный феном. Посмотрите, какие переливы цвета. Видите, синие нотки, которые я говорила, чуть-чуть как акценты, они где-то просто бликуют. Друзья, делайте милирование. В современной интерпретации это очень интересная и многогранная техника. Вы можете ее использовать как для создания натуральных блондов, в то же время для таких вот ярких выразительных нюансов. Будьте успешными, будьте с Диметриус. Диметриус 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 Диметриус